Каждый год в Чувашии проводят необычный конкурс красоты, но в нем участвуют не модели с параметрами 90-60-90, а клумбы, газоны, придомовые территории, детские площадки и населенных пунктов республики. В сентябре подводят итоги. Обычная лужайка или газон под окном их не устраивает. Фантазии хоть отбавляя, руки золотые. Вот примерный портрет участников конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов Чувашии. Его проводят с 2005 года по пяти номинациям. От территории учреждений соцсферы до отдельных улиц, дворов и даже частных придомовых участков. В этом году на суд жюри представили 47 материалов. Оценка объектов производится по наличию, количеству и качеству по площадям имеющихся газонов, цветников, деревьев, кустарников. Также оценивается наличие малых архитектурных форм, их качества. Далее наличие искусственных родоемов, фонтанов, альпийских угоров. Первая категория территории учреждений соцсферы самая многочисленная. Победителем в ней стал детский сад Рябинушка города Шумерля. Самой благоустроенной улицей признали улицу Подзаходниково в селе Порецкое. Придомовую территорию лучше всего обустроили жители одного из домов АлатРа. В этой номинации в призерах оказались и чебоксары. Постарались пенсионерки дома номер 23 по улице Патриса Лумумбы. Специалисты говорят, уровень участников растет, вкус развивается. Шедевры в виде разукрашенных пластиковых бутылок и прибитых к деревьям мягких игрушек встречаются все реже. Победителям помимо эстетического удовольствия полагаются денежные призы. Призовой фонд составляет 582 600 рублей. Распределяется он между победителями конкурса пропорционально. И его цель – это использование на внешнее озеленение, на благоустройство, на эстетическое оформление территории. Основная цель этого смотрового конкурса – это пропаганда и распространение лучших практик. И такая пропаганда действительно работает, ведь все хотят не хуже, чем у соседей. Ольга Пырочкина, Анна Луценко, Игорь Зверев, Республика.